Буквально 5 минут вашего времени о том, какое в данный момент проводится исследование. Можно только выкратко? У нас еще 5 часов. В рамках совершенствования компьютерной психики, основанной на теории Александра Николаевича Аликова. О ней вы уже слышали. Ну и добавляем, что называется, в рейсах, сообщение даже 5-минутное, изучение семантических структур, цель совершенствования алгоритмов компьютерной психики. Он посвящен методике, которая разрабатывается, которая позволяет выявить влияние отрицательного подкрепления и на процесс формирования сложных семантических структур. Образование этих структур происходит в том числе и в процессе непроизвольного запоминания. В теории Орехова, в рамках которой разрабатывается данная методика, предполагается, что запоминание, позволяющее впоследствии работать с запомненной информацией, обеспечивается за счет процесса построения семантических структур и знаний, которые до этого не были между собой связаны. При этом, в соответствии с основным законом теории, в том случае, если не связанные между собой знания, из которых потом это новое знание образуется, находятся на равных семантических расстояниях друг от друга, то вот эта новая получающаяся структура, она становится устойчивой, и в процессе решения задач она участвует без ошибок, искажений и всяких прочих неприятностей. Так, молодец, быстро, четко. Как мы переходим с мышкой, я что-то не сняла. О, вот так будет. Так, значит, ну, собственно, возникает вопрос, да, как получение вот этих новых знаний соотносится с тем, что мы по традиции психологии называем положительным и отрицательным подкреплением. На основании исследований процессов запоминания известно, что и положительное и отрицательное подкрепление, оно способствует запоминанию, ну, по крайней мере, бессмысленной информации, да, по экспериментам, в отличие от запоминания, которое не подкрепляется ни тем, ни другим. Ну, и в разработанном ореховом варианте семантической памяти для компьютерной психики на данный момент, потому что, так сказать, как говорит автор, это проблема буквально нескольких недель включить, то, что мы получим, если он у нас подтвердится в компьютерные вещи. Вот на данный момент предусматривается только положительное подкрепление. И компьютерная система с такой памятью будет не запоминать целый ряд факторов или связей и причин и следствий, если подкрепление будет только отрицательным, а не положительным. Ну, собственно, и закономерный вопрос возникает у человека, это так или нет, да, то есть насколько положительные и насколько отрицательные подкрепления будут способствовать образованию новых сомантических структур, то есть запоминанию сложного, осмысленного материала. следующее на практике у нас студенту а в качестве спит у нас в данном случае выступали студенты психологического факультета 3 курса значит предлагается сравнивать между собой некие осмысленные словесные конструкции знания находящиеся на разных семантических расстояниях друг от друга при этом студент работа оценивается преподавателем как якобы отрицательный существенный момент то есть мы вносим диссонанс не очень хорошо вы выполнили работу при этом нами оценивается не просто запоминание того или иного материала именно устойчивость вот этих образовавшихся семантических структур потому что как было сказано выше именно устойчивость она позволяет использовать семантические структуры в решении разнообразных задач так значит вот пример заданий у нас их несколько но в качестве я выбрала один пример для наглядности как происходит дается такое задание студентам это классическая такая методика психофизическая известная когда студент сравнивать между собой звуковые сигналы по длительности их звучание да ну и задача студента определить вот они последовательно предъявляются второй сигнал меньше первого больше или равно ну и соответственно ответ который предполагается это больше меньше или равно значит это задание оно шло в три этапа отличалось тремя разными инструкциями первая инструкция она стимулирует человека действовать согласно собственным ощущениям то есть как он это ощущает так он отвечает да вторая инструкция она его стимулирует все сомнительные ответы причислять к ответам равенства ну то есть что значит сомнительно если человек четко не уверен больше меньше или равны эти два звуковых стимула да он сомневается своем ответе вот эта инструкция говорит сомневаешься считать что они равны ну и третья инструкция вот подобного рода сомнительные ответы она предлагает наоборот относить к ранним категориям либо больше либо лучше вот такими тремя инструкциями отличались эти серии в этом эксперименте значит после того как эксперимент продел выполнены эти три инструкции испытуем у студента дается инструкция номер один ему говорится выберите из трех используемых инструкций наиболее удобно для вас при сравнении вот этих вот звуковых сигналов с которыми вы работали а сравниваете их как по дизюбелам на высоту на темпу по длительности звучания по длительности звучания а длительность звучания значит выберите наиболее удобную которую вы пользовались сравнивайте сигналы и приведите критерии удобства да чтобы они расшифровали почему они собственно считают для себя удобным и второй пункт выберите из двух оставшихся инструкции наименее отличную от самый удобный удобный который вы посчитали как удобный и наиболее отличная от самого ну и собственно говоря это оценивается в баллах ушка и по 10-бальной шкале с полюсами 1 наименьшее отличие 10 наибольшее отличие ну и соответственно получаем у человека оценки значит каким образом отрицательных прикреплений выглядело вот после того как эта инструкция 1 выполнена студенту говорится например следующие слова то есть да значит что что в процессе вот они выполнили инструкцию они в рамках своего учебного занятия продолжают выполнять задание а преподаватель делает вид по крайней мере да что он просматривает как они выполнили инструкцию номер один какие баллы проставили и так далее и так далее то есть студент реально видит что преподаватель работает с результатами и в конце занятия значит реакция такая негативная инструкция которая была выбрана вами как удобная для выполнения эксперимента у большинства из вас не совпадает с полученными экспериментальными данными почему так как если бы она реально была для вас удобный раз вы ее удобно считаете да то полученные данные должны были бы соответствовать основным свойствам психометрической природы а у вас это не так например выдается такой да у вас это не наблюдается опять-таки когда вы например даете объяснение того почему она для вас удобно вы обосновываете да вот эти критерии удобства убегать то ли вы делаете это некорректно и например вот такие слова приводятся приведенные критерии удобства инструкция стимулирующие все самительные ответы относить к ответам равенства была самая удобной так как позволяла ориентироваться только на свои ощущения и не раздумывать при выборе того или иного стимула да то есть что здесь получается человек совершенно не различает эти три вида инструкции он смешивает два в одном флакон получается да то есть это некорректность ну либо говорится что если даже объяснение корректно очень общее там нет совершенно конкретики какие-то общие слова совершенно невозможно понять а почему же она слишком обобщена ну такого рода негативные дается им реакция на выполненную деятельность и проходит неделя и в начале следующего занятия уже совершенно с другим материалом они должны работать их возвращают к этому материалу и говорят выполните пожалуйста инструкцию номер два а инструкция такая опишите пожалуйста по памяти первое наиболее удобные инструкции для сравнения сигналов то есть по фактических задача как можно более подробно и приближенно вот эту формулировку воспроизвести дату который они посчитали на себя удобно второе опишите ту инструкции которые больше похожи на удобную и соответственно с которыми менее похоже ну то есть это вот сказать уже получаем информацию после того как они получили вот эту негативную реакцию на выполненную деятельность ну и собственно говоря мы привели эту методику с тем чтобы по возможности представить на ваш суд экспериментальной основы построения алгоритмов компьютерной психики и самое главное это вот тот что я хочу говорил я вам заплачу сам да вот в данном случае это исследование ведется естественно нужна большая статистика вот чем больше тем лучше это понятно да поэтому фонд содействия создания внедрения вот этой компьютерной психики готов поддержать подобные исследования вот о том что я рассказала который